Я согласна, что там Кашаган, Карачаганак тоже должны быть, да? Но мне кажется, сначала надо решить вопиющий случай, где наживаются просто чиновники явно. Экспортируется нефть, это все отправляется на покрытие затрат. Это Костойл. Есть Профитойл, который должен по какой-то формуле делиться. Ну, опубликуйте эту формулу. Действительно, они там сказали, что есть проблема. Что кто-то грузит на внутренний рынок 90% по 10% на экспорт, а кто-то наоборот. И непонятно, как это все на самом деле регулируется. И был дан намек о том, что многие вопросы решаются через чемодан. И министр энергетики там не мог ничего делать. Ну, где Даниара Булгазин, там Даниара Булгазин, а теперь кто? Я всегда говорю, что казахи вообще всю жизнь были таможенниками. Нифига не делать и стоять на воротах. Какой шаг должен быть следующий, а потом следующим, для того, чтобы навести порядок на нашем рынке нефтепродуктов, бензина, ГСМ? Здравствуйте. Сегодня тема нашего подкаста – это поставки казахстанской нефти на экспорт и на внутренний рынок. Сразу оговорюсь, как всегда я это делаю. Есть ли инициатива беседы, разговора, интервью исходит от спикера? Олег Пак, представитель ассоциации предпринимателей «Парасад». Но мы с вами всегда на связи, да, скажем, Олег всегда предоставляет информацию. И вот он сказал, что назрел разговор, много информации, много уже фактов, да. Много сейчас происходит там движений и есть разговор, а мы тоже этим занимаемся, мы тоже об этом пишем, говорим. Поэтому да, давайте скажите, пожалуйста, как вы, как началась ваша компания вот за, в хорошем смысле компания, да, борьба за вот эти вот поставки на внутренний рынок, на экспорт? То есть вы увидели, что там, ну как, очень много коррупционной составляющей, да? Небольшую предысторию расскажу, этого кейса, да, так называемого. В конце прошлого года мы получили сигнал от одной из наших казахстанских нефтедобывающих компаний о том, что сегодня она практически весь свой добываемый объем нефти вынуждена грузить на внутренний рынок по цене, внутренней, да. Внутренняя цена, она практически в три раза меньше экспортной стоимости. Мы приняли этот кейс, написали запрос в Министерство энергетики с вопросом, просьба рассказать, каким образом этот вопрос сегодня регулируется, то есть насколько он прозрачный, регулирован, регламентирован и так далее. Получили, к сожалению, стандартную какую-то отписку о том, что, ребята, вот, мол, все у нас хорошо, не лезьте сюда. Когда мы посмотрели, поняли, что, ну раз такой ответ, наверное, все-таки надо глубже как бы в этот вопрос окунаться. Поднимаем список наших нефтедобывающих компаний, около 70, рассылаем и говорим, что есть такая проблема, давайте пообщаемся, собираем совещание. К сожалению, не все 70 пришли, пришло около 20 компаний наших нефтедобывающих, те, которые, я посчитаю, что не побоялись эту тему озвучить. И действительно, они там сказали, что есть проблема, что кто-то грузит на внутренний рынок 90%, а 10% на экспорт, а кто-то наоборот. И непонятно, как это все на самом деле регулируется. И был как бы дан намек о том, что, ну вот, многие вопросы решаются через чемодан. Ну, вы понимаете, про что я говорю. Как намек, они же сами участники рынка, они знают, о чем говорят, значит, они сами, да, то есть они знают, о чем говорят. То есть все это решается чемоданом. Чемоданом, да. Что мы делаем дальше? Ну, у нас протоколируем данное совещание и направляем данную информацию о этой проблеме и о наличии, ну, на взгляд, коррупционной составляющей и отсутствии прозрачности распределения нефти как на экспорт, так и на внутренний рынок в два органа. В АФМ, агентство финмониторинга и агентство по защите и развитию конкуренции. АФМ, к сожалению, данное письмо сразу переадресовал Минэнергетики, даже не стал рассматривать. Когда это произошло? Это где-то начало этого года, да. Да, и мы получаем от Минэнергетики ответ, тот же самый, который до этого получили. Ну, вот, в ответ на АФМ, ну, как бы, практически то же самое письмо, которое было. Но, что хотелось бы отметить, ответ АЗРК. АЗРК пригласил на встречу. Агентство по защите. Развитие конкуренции, которое напрямую подчиняется главе государству, да, сегодня. Задача их, это вот развитие конкуренции и устранение барьеров в целом. Они говорят, да, эту проблему мы действительно знаем давно. К сожалению, до этого, ну, вот, как бы, условно, в старом Казахстане этот вопрос поднимать не давали. Но сейчас действительно актуально, эта проблема есть. И у нас спросили, как вы видите решение этого вопроса. Мы видим, на самом деле, решение этого вопроса в регламентации этих процедур. И вот одно из предложений, которое мы получили от предприятий, которые были на той встрече, как бы, это вот, игроки рынка. Это первое, что необходимо этот вопрос регламентировать четко. Второе, что нужно установить верхний порог объема на внутренний рынок. Чтобы каждый понимал, игрок, что, допустим, больше, чем 40% он не будет грузить, там, а 60% он будет, условно, грузить. Куда грузить? На экспорт. 40% грузить, своей нефти. Да, своей нефти. На внутренний рынок 60%, ну, как пример, да. То есть, они говорят, нужно регламентировать, правила игры обозначить. Плюс, знаете, какой момент еще остается открытым. И здесь, как бы, существует, опять же, вот вопрос, как бы, такой, где могут, где госорган, как бы, влияет. То есть, стоимость переработки нефти на Атерауском ЭТВЗ составляет 60 с лишним тысяч тенге. На Павлодарском, там, 40 с лишним тысяч тенге. На Чемкенте, там, 30 с лишним тысяч тенге. Соответственно, вопрос, куда их направят, ну, никто не хочет ехать в Атерау, потому что стоимость переработки там очень высокая. И вот здесь, как они говорят, тоже происходит игра. Еще вторая возможность для коррупции? Да, вторая возможность для коррупции. И вопрос регламентации. И самое главное, они задают такой вопрос. А почему? У нас рынок нефтегазодобычи поделен примерно так. То есть 30% это наша отечественная нефтедобыча. Ее нельзя назвать отечественной, потому что там в том числе есть и совместные предприятия, в том числе и китайские компании и так далее. И есть так называемые три кита. Это Ингиз, Кашиган, Карачаганак. Это около 70% добычи нефтегаза, которые полностью экспортируются. И на внутренний рынок они вообще ничего не грузят. То есть 70% добывают, но только на экспорт. У наших НДО они задали такой вопрос. А почему мы, наши казахстанские, которые работаем в рамках нашего казахстанского законодательства, то есть выполняем требования по местному содержанию, по местным кадрам, экологическим требованиям, налоги, все. А те, которые не выполняют этого ничего и работают в рамках СРП и добывают большую часть, по сути, это нефть и ничем не обязывают. Олег, вот видите, вот даже сейчас на нашем интервью вы смешиваете, и они там… Это большая ошибка вот это вот смешивать, потому что иностранные инвесторы – это другой вопрос. Но когда внутри для казахстанских 70 компаний, вообще это же на самом деле нонсенс, что вообще нет правил, и только один или два чиновника решают, значит, вот эти 70 компаний ты будешь отправлять на экспорт, ты на внутренний рынок, ты будешь отправлять при этом еще внутри в Атерау, где дорого, а ты в Шимкен, где дешево. Два человека. Это же, ну, даже если будет святой человек там сидеть, это же понятно, что… А на каком основании он это делает? Но нет, они опять начинают приводить Кашаган, и это уводит, ну вот согласитесь, уводит дискуссию. Решите вот эту проблему, потом добирайтесь до Кашагана, Тингиза, Карачаганака. Это политический вопрос. Да, буквально два вопроса. То есть я просто рассказывал предложение нашей компании. Они говорят о безжитии, три кита условно, грузить на внутренний рынок, и тем самым они бы существенно разгрузили бы наши компании. Это как предложение. Теперь правильно, вы сказали, сегодня отсутствует регламентация этих процессов. И АЗРК это подтвердило. У нас есть ответ, агентство по защите радиоэкономии говорит, что сегодня этот процесс нерегламентирован, и они уведомляют Минэнерго и говорят, ребята, ну это нарушение, по сути, является… А что тебе отвечают? Они говорят, а мы не хотим, мы хотим сами волюнтаристские решения. Вот это как бы, я не знаю, что отвечают, но мы сегодня провели встречу совместно с руководством АЗРК и депутатами, которые уходят в наш Координационный Совет Альянса, для того, чтобы этот вопрос в рамках рассматриваемого кодекса о недрах, который сегодня там, может быть, находится, мы могли его отрегулировать. Но хотелось бы, почему мы говорим сегодня, почему я обратился к вам, для того, чтобы мы могли донести и до нефтедобывающих компаний, и до правительства о том, что этот вопрос поднимается, нам необходимо его придать такому общественному резонансу этот вопрос, для того, чтобы мы могли действительно его довести до конца и решить этот вопрос. Потому что, ну вот, правильно вы сказали? Ну, на этой встрече вот эти бизнесмены, да, они же все равно знают, кому носят эти чемоданы денег, какому именно чиновнику, который решает, что вот этой компании 90% ее квоты отправить за рубеж по цене в три раза дороже, а 10% только на внутренний рынок. А другой компании наоборот, 90% на внутренний рынок, а 10%. То есть, они же знают, кому носят, они назвали вам должности, фамилии? К сожалению, не назвали. Ну, я не стал, как бы, окунаться, для меня зачем, как бы, меньше знаешь, крепче спишь, да. А как решать проблему, если мы не знаем? Так и пусть, ну, давайте спать тогда спокойно. Вопрос же простой, а кто решает? Надо же не говорить, зачем это бедных заставлять? Надо у государства спросить. А кто решает? Кто решает вот этот вопрос и все? Ну, у нас же есть регламент. Кто решает? Есть же регламент. Есть курирующий замминистра, да, есть процедуры, там есть департамент нефти и газа. Насколько я знаю, это Акинженов, да, насколько он курирует этот вопрос. А, Минэнерго? Да, Минэнерго, да, я не могу сказать, что он там, я не знаю, там где-то причастен, но я говорю, что он курирует этот вопрос. И есть департамент, по-моему, нефти и газа, вот так и называют, вот как бы, он внутри этого департамента. В Минэнерго, он тоже решает. Да, кстати, я еще, ну, наверное, отмечу этот факт, что одно из предприятий вообще сказало, что это есть инструмент трейдерства. То есть 100% заставляют грузить на внутренний рынок, через полгода компания в убытках, и потом приходят и говорят, давайте мы его купим. То есть, понимаете, ну, это вот, Сарегонович. Тогда это уже чиновники в связке с рейдерством? Я не могу утверждать, кто это с кем, но я могу сказать, что есть жалоба о том из предприятий, они обвиняют конкретно Минэнерго. Скажите все-таки, Олег, вы представляете предпринимателя, выдащаете их интересы, вы знаете, кто курирует этот больной вопрос, да, где ситуация нездоровая, где она создана на 100% под коррупцию, да? Но вы обращались именно тогда к этим лицам? К этим чиновникам, к этому вице-министру, курирующему и начальнику департамента? Мы обращались официально, как я уже говорил, у нас была официальная переписка, при этом мы получили ответы за их неподпись о том, что у нас все регламентировано, все хорошо, при этом, как бы, ну, как я уже сказал, в общем, посыл был такой, ну, сюда не лезть и как бы… А они объяснили вам, как регламентируется? Потому что нам тоже нефтетрейдеры говорят, что регламента нет, там все вообще непонятно. Просто ты, это хорошее, типа, это красиво, а этот нет. Я думаю, здесь главный показатель того, что действительно агентство по защите и развитию конкуренции, она определила, и она говорит, что сегодня регламентации процедур нет, то есть АЗРК, да, ну, то есть мы по-разному можем понимать, то есть Минэнерго понимает, что регламентируется, я как представитель общественного объединения считаю, что не регламентируется, но есть АЗРК, да, я считаю, это как раз-то тот орган, который призван следить за конкуренцией и не допускать каких-то антиконкурентных вещей. Сегодня, как бы, есть вот, как бы, понимание со стороны АЗРК, что есть, как бы, здесь проблематика. И поэтому есть инициатива внести поправки в законодательство для того, чтобы регламентировать все эти процессы, как поставки на внутренний рынок, так и на экспорт нефти. Скажите, Сергей Минаварович, а вот в старом Казахстане такая же была система, квот? Ничего не поменялось. Это я удивлен, кстати, я же отошел от этой темы, я просто сегодня слышу эти объяснения, ну, ну, что, пожалуйста. То есть это всегда так было, что компании вот эти внутренние, казахстанские, они, как бы, вот, беззащитные, да, там все решает чиновник, куда отправлять. Вообще государство, тут надо оговориться, понять можно, что оно стремится, да, чтобы обязательно какая-то часть нефти продавалась на внутреннем рынке, по ценам ниже, да, чтобы у нас был там бизнес дешевый. Но понятно, что компании все-таки должны быть равноправными, да? Нет, ну, вопрос... У них равные правила должны быть. Вот почему эта тема, ну, забалтывалась все время, все время, ты что, мы должны обеспечить внутренний рынок. Ну, хорошо. Вот у нас, ну, я и говорю... Ну, равные условия для компании. Ну, это же уже мелочь, там, типа, вот, у нас есть три кита, которые неприкосновенные, да? Да, и есть еще там несколько маленьких, там, китиков, да? Ну, как семьи из компаний. Которые свои, там, да. Ну, в свое время таким небольшим китом был Мангистал Мунайгаз. Мангистал Мунайгаз, это семьи же компания была. Не, ну, в то время, да. А потом его вернули, там, по ряду причин Казмунайгаз. Но тогда было, объяснялось так, что вот Мангистал Мунайгаз, он владеет Павлодарским нефтеперерабатывающим заводом. Как он будет отправлять нефть на Павлодарский НПЗ? Потому что, ну, большая территория, нет по трубе связи. Поэтому мы даем квоту Мангистал Мунайгаза, чтобы он экспортировал. И, соответственно, там, покупал в Сибири нефть. Ну, по поводу замещения. Ну, много таких. Ну, естественно, Казмунайгаз, у него там, он тоже большой мальчик, да. Ну, а объяснялось тем, что у нас нет нефти на загрузку внутренних НПЗ. Потом говорить, а наши внутренние НПЗ выпускают топливо для народа. Народ же не может дорого покупать. Ну, почему крайним должен быть маленький, малый, средний бизнес, который в нефтегазе работает? Вопрос же простой. Почему они? Почему нет равноправия? Вот, я очень благодарен. Я уже думал, эта тема, так сказать, давно забетонирована там, да. Вот видите, Аляс предприниматель ее поднял. Нет, я согласна, что там Кашаган, Карачаганак тоже должны быть, да. Но мне кажется, сначала надо решить вопиющий случай, где наживаются просто чиновники явно. Нет, видите, вы правильно говорите, вы правильно говорите. Ее надо изменить, а потом уже? Эту тему надо отдельно рассматривать. Но при общем рассуждении они говорят, вы что, кто будет на внутренних НПЗ? Мы же их не можем трогать. Так это вот, когда они поднимают, они ее забалтывают. То есть, понимаете, да, в дискуссии, когда вы поднимаете и вот это вот, а потом еще Карачаганак, у них есть всегда возможность отвечать вот так. Сначала вот просто, почему для казахстанских компаний 70 нет равных условий? Почему это решает один чиновник? Бульнар, я с вами согласен. Но мы же, так сказать, научные работники, мы должны вопросы структурировать. Есть нефть Казахстана, там 90 миллионов тонн, да. Из них нам необходимо для загрузки внутренних там НПЗ 10-15 миллионов тонн. Хорошо, мы, типа, мы тех не можем трогать, тогда давайте этот вопрос отдельно, звездочку поставим. Его тоже надо обсуждать, потому что он горит. Сегодня, когда у нас экономика, я извиняюсь, в такое состоянии, вот вопрос, как его решить? Ну, это тоже отдельная тема. А теперь, говорит, вот мы должны напрягать местных производителей. Почему этих, а не этих? Почему неравномерная нагрузка? И подтуда идет еще третий вопрос. Понимаете, у нас, как казахи говорят, я всегда говорю, что казахи вообще всю жизнь были таможенниками. Нифига не делать и стоят на воротах, да. У нас регулировка, что отправлять на экспорт, то есть в трубу, или на КТЖ, или на море, да. То есть, ну, где-то дороже, где-то дешевле, да. Первый вопрос. Тут таможня. Понятно, что наши тут стоят. Второй вопрос. У нас же есть малые НПЗ. Почему мы эту тему вообще утопили, забыли, там они бедные прозевают. Они готовы нефть покупать, почему им не дают? И третий вопрос. Почему на этих НПЗ есть единый поставщик? У нас же с тремя НПЗ работают некие уполномоченные компании, они производители нефти. Кто решил, что на НПЗ должен быть один на таможне стоит, он решает. Он, извиняюсь, нагибает местных производителей. Это поддержка местного производителя. И он решает, на каких условиях договариваться с заводом. У нас же заводы тоже отсечены от бизнеса. У нас все НПЗ работают на так называемые процессинги. Вот, фиксированная цена, толлинг или процессинг. У нас фиксированная цена. Он якобы сидит и круглый глаз задел. Я вообще не при делах. Вот мне отгрузили там миллион тонн, я переработал. Он как сепаратор, как будто механизм просто. Не бизнес этот завод, а как сепаратор. Но там же другой вопрос возникает. Ну, я просто извиняюсь. И очень важно, что эти темы, их надо обсуждать. Мы же, по-моему, больше 10 миллиардов долларов уже инвестировали в модернизацию трех заводов. Помните, у нас были лозунги? Мы будем авиакеросин производить, нефть топливом завалим. Где результат? Ну, 1 октября закрывается НПЗ опять на ремонт. Нет, ну это уже так сезонный процент. Вопрос в том, где глубина переработки денег, когда инвестировали, обещали 96% на уровне лучших мировых образцов. Покажите глубину переработки. Если мы перерабатывали 96%, во-первых, у нас не было мазута дешевого на экспорт, который мы вынуждены продавать якобы. Где? Где результаты? Понимаете? Почему крайними должен быть наш малый и средний бизнес нефтянки? Почему? Вообще вот все вот эти заложенные, да, такие специально возможности для обогащения каких-то лиц вообще вот на этом рынке, они остались, да, от старого Казахстана, как мы условно называем, и сейчас ничего не поменялось, да? Я думаю, да. И не хотят, и нет воли, да, менять, желания менять там что-то. Ну, а зачем менять? Если так хорошо. Ну, где мотивация менять? Там начальники поменялись, может, мы с ними договоримся, или они уже договорились, ну, извиняюсь, вопрос простой же. Что мы там вокруг да около ходим? Если не поменялись, значит, кому-то это выгодно. Если система работает, значит, кому-то это выгодно. Ну, кто-то получает на этом, как мне сказали, 15-16 миллионов долларов в месяц. Мне сказали объем, а вот таких вот казахстанских 70 компаний за право, вот вы говорите, носят чемоданами. У меня, я почему вам еще верю, у меня с другой стороны идут, да, такие инсайды, что в месяц вот эти чиновники, объем вот этого вот рынка, распределение, что тебе разрешают продавать зарубежный экспорт, а тебе только на внутренний рынок, все это 15-16 миллионов в месяц. Я за цифру, ну, это просто оценить легко. Если 30% добываемой нефти, это 25-27 миллионов тонн, да, должна идти на внутренний рынок, из них там 15-16 миллионов тонн потребляет наши три НПЗ, дорога мелким перерабатывающим заводом закрыта, куда не вдевать? Вот отсюда возникает объем. Цена экспортная в три раза выше, чем внутренняя, под лозунгами, что нужно обеспечивать бедных казахов, Нет, ну хорошо, хорошо, даже мы сейчас тоже не будем касаться цены, да, но вот эту квоту, вообще технически это легко, всем 70 компаниям сделать, что 30% на 70, это легко или это нереально? Ну, сложно говорить, 30% на 70% или как оно должно быть, да. Ну, или 40%, но одинаково. Нет, вопрос в простом. Вот сколько нужно отправлять на наши нефтеперерабатывающие заводы? Допустим, это временная мера, да, и пока мы не решим, это же скрытое субсидирование внутреннего рынка, да? Поэтому получается как? Вот если вы едете на «Жигулях» или там на малолитражке и в месяц потребляете 50 литров бензина, да, а какой-нибудь бизнесмен или там крупное автоперевозочное предприятие получает 5 тонн, да, получается, государство субсидирует, но государство субсидирует, то есть я получаю условно 50 долларов в месяц скрытых субсидий, да, а он получает 5000. Неравенство? Ну давайте об этом решим. Да, это тоже другой вопрос. Вы предлагаете вообще рынок отпустить? Нет, для того, чтобы рынок... Может быть неправильно. Неправильно, но в конце концов, если мы не опустим рынок, у нас будет все, все будет вот так. Знаете, тут много вопросов, да? Да. Отпустить рынок, сделать равные иностранцев с казахами, но с казахстанскими компаниями, но я все время возвращаю вас к первому шагу. Почему сначала не сделать равные условия? Нет, мы должны всю тему. Забрать вот эти 15-16 миллионов у чиновников в долларах, да? Нет, вопрос же простой. Тогда государство должно сказать, вот эти бедные малые нефтяные добывающие предприятия субсидируют всю экономику Казахстана через бензин и нефть. Ну давайте похлопать им ордена и говорить почет. Почему у нас дешевый бензин? Это не заслуга государства. Это заслуга вот этих бедных, которые малый и средний бизнес добывают нефть. Вот надо об этом говорить. Они молодцы, но мне обидно, что 15-16 миллионов долларов в месяц уходят чиновникам. Это уже вторичный вопрос. Я думаю, больше. Нет, я же говорю, если разница в цене 3, и вот мы говорим 25-27 миллионов тонн, это вот идет на внутренний рынок, да? Глубина переработки, ой-ой-ой, ужасная. Ну хорошо. То есть получается, сколько у нас нефть? 500 долларов в тонну, условно. Пусть будет 350. 10 миллионов тонн. Миллион тонн в месяц. Ну это легко посчитать. Поэтому, если вы говорите эту цифру, им будет обидно, что они мало снимают. 15-16 миллионов. А может 50 они могут снимать. Вы сейчас объявите, они побегут. Завтра-завтра вообще задушат бедных, малый и средний нефтяников. На какой стадии сейчас вот это вот расследование или исследование, проверка АЗРК? Сегодня, насколько я знаю, то есть подготовлены, точнее, нами с АЗРК поправки кодекса недрах, предоставлены на рассмотрение депутатам. Кодекс должен зайти в ближайшее время, как они говорят, на рассмотрение мажорист. И мы тогда должны эти вопросы начать там рассматривать. Это вот один момент. Второй момент, насколько я знаю, это вот такая, пока она не совсем, как бы открытая информация, это я получил от одной из нефтедовольщих компаний, что АЗРК написала уведомление в адрес Минэнерго о нарушении в этом плане, нарушении законодательства. Ну и там ссылаются прямо о том, что действительно есть факты как бы неравномерного распределения, непрозрачных этих процессов и так далее. То есть я так понимаю, между АЗРК и Минэнерго сейчас идет как бы диалог. Попытка АЗРК в таком добровольном порядке, чтобы Минэнерго устранила все эти вещи и регламентировала и прописала. Потому что здесь же может быть как законодательная инициатива со стороны депутатов, так и сам Минэнерго может эти все вещи регламентировать во избежание каких-то последствий для себя. То есть соответствующие чиновники за это отвечают. А вот эти поправки, что вы там, что конкретно? Вы говорите, разработали и что там? Там вот по предложению экспертов предлагается, во-первых, регламентировать вопрос экспорта. Сегодня он вообще не определен законодательно, то есть экспортной квоты. И второе, определить верхний порог объема экспорта нефти, который будет касаться тех или иных компаний по уровню объема добычи и так далее. К примеру, если это компания малого и среднего как бы условно объема добычи, то есть не больше такого-то процента от общей добычи должно идти на внутренний рынок. То есть пока пилот именно в таком ракурсе мы планируем рассматривать. Соответственно, в дальнейшем мы как раз и хотим собрать всех игроков рынка для того, чтобы это уже предложение доработать с учетом всех интересов. Ну да, с учетом того, что разница в цене в три раза, это похоже, как если бы мы все налог платили не по закону. Вот вы сказали порог. А если бы это решал начальник налоговой полиции, налоговой инспекции, вот ты платишь 20%, а другой он доходит в 90% платит налог. Как если бы это было так. Странная, конечно, ситуация. Нефть и добывающие компании говорят о том, что разница между 30 на внутренний рынок, 70 на экстрат и наоборот, меняет даже небольшие, маленькие, средние компании. Это вопрос десятков миллионов долларов для компании ежегодно. То есть 60-70 миллионов, это дохода дополнительно на это влияет. Если компания в год добывает 100 тысяч тонн нефти, это 50 миллионов долларов. В год 50. 100 тысяч это нормальный средний бизнес. Это 50 миллионов долларов на экспорт или 15 миллионов долларов на внутренний рынок. Там еще потери будут. Ну вот считайте. А почему все-таки пришли только 20 компаний? Может быть те, которые не пришли, им дешевле договариваться? Ну, во-первых, я так понял, есть те компании, про которые сегодня мы говорили, условно, есть три кита, есть там три китенка. Или их пять, может быть, десять. Ну вот те, которые условно, их устраивает сегодняшнее распределение всех этих решений, всех этих вопросов. Почему? Да, ну потому что они договорились, они встроены. Я понимаю так. Поэтому они не пришли. Или есть, которые, ну, сейчас есть блатные, а есть, которые боятся риска. Есть, которые боятся риска. Большая часть, потому что они понимают сейчас, если мы, они так и говорят, если вы сейчас этот вопрос там не допинаете до конца, но мы боимся, что это еще хуже. Да, но спридушат. Ну, их просто квотами убьют. Да, убьют. Не будут это делать все. Ну, раз это не регламентируют. 10% каждый год там на внутренний рынок и компания разорится, так? Да. Поэтому, да, поэтому здесь вот позиция, я их понимаю прекрасно. То есть они боятся здесь активничать в связи с тем, что для них это может стоить, по сути, бизнеса. Не, вопрос же немного в другом. А где госорган? Ну, госорган Минэнерго. Не, ну, вопрос такой. А почему они эту тему не поднимают? Минэнерго ведет себя как бизнесовая. Да, вот вопрос у нее. Это все Минэнерго или только те, кто курирует? Ну, конечно, наверное, кто курирует. Я так предполагаю, но вряд ли все Минэнерго как бы в этом может быть завязано. Ну, министр имеет к этому отношение? Он может приказывать, принимать решения вот в этом отношении? Это его функция? Ну, это так, потому что я вот и хочу узнать, это политический вопрос или это все-таки там работает иерархия? Потому что, как мне еще сказали, что раньше, например, всегда на должности курирующего вице-министра Минэнерго, который распределял эти квоты, сидели все люди Булгазина, Даниара Булгазина. И министр энергетики там не мог ничего делать. Ну, где Даниара Булгазин, там Тимур Кулевая. А теперь кто? Ой, как интересно, кто теперь-то? Не знаю. Это большой вопрос, но кто-то есть, я так понимаю. Кто же? Если есть источник, значит, есть потребитель его, бенефицар. Прозвучала фамилия Акинженова. Он сейчас курирует, он вице-министр этого вот направления, да? Которое распределяет эти квоты. Он за ваши поправки или против? Насколько, несложно ответить, да. По сути, ему, наверное, облегчат, да, если по закону все будет очень чисто, прозрачно. Это же чиновнику облегчает. По большому, да. Я считаю, если бы я вот себя, ну, сажу бы в его кресло и понимаю, что если это все будет регламентировано, и ко мне не будут вопросы, никакой, там, условно, ПАК меня не сможет никогда там обвинить и сказать, что я там что-то делаю, ну, наверное, да. Вот он, да, там бумажка, работы меньше. Эти вещи можно все оцифровать на самом деле, как бы, да, примитить. А ему же задачу поставили оцифровать нефтяные. Ну, там уже все давно оцифровано, какие проблемы? Я помню, в новостях звучало, что это прям, его поставили на эту должность, у него задача оцифровать. До Нового года он должен оцифровать все. Нет, Гульнара, ну у нас-то это же... А без этого закона можно оцифровать? Вот без того, что вы предлагаете? Возможно, оцифровать? Безусловно. То есть здесь два есть пути решения. То есть они могут вот эти все поправки и изменения нести путем внутренних своих нормативных актов, приказов и так далее, ведомственных. Но мы хотим для того, чтобы ее делать, мы хотим зайти именно в сам закон, как бы, а не для того, чтобы, соответственно, там уже заложить те принципы, которые должны быть дальше потом спущены. То есть, безусловно, при желании они все это могут, ничто их не держит. Сейчас идет судебный процесс. Если у нас 90 предприятий, да, это же даже калькулятор не нужен, он может на одном листочке так сказать оцифровать это все. Ну, всегда лучше, я и спрашиваю, это можно беззаконно оцифровать. Не, ну я просто говорю, да. Скажите, сейчас же вот вы поднимаете эту тему, так сейчас идет в Астане суд над Даниэром Аделбековым, автором, владельцем анонимного канала «Дикая Орда», Орда, да, где как раз-таки вот эта вся информация звучала, что я не могу ее повторять, потому что человека судят за эту информацию, да, но именно про поставки нефти, что вице-министр Акинженов, он распределяет это небескорыстно. Это как-то когда случилось? Ну, эти публикации, они были где-то в начале года. Ничего себе, да. Февраль, январь, а сейчас уже идет суд, но там еще есть другие обвинения, жалобы, я не сужусь, не буду судить, там, справедливый, несправедливый, там есть еще два заявителя на него, но все-таки вот это самое такое, центральное, на вице-министра Акинженова. Тогда человека судят, но получается, что эти вот этот вот анонимный канал, он писал правду, что ли? Я, кстати, не знаю ни автора канала, ну и так, сколько читал эту информацию, но сложно мне говорить, что там было, в чем было конкретно обвинение, но я говорю вот за то, что, как говорится, я знаю. Там было обвинение о том, о чем мы говорим. Да. О том, что вот эти квоты распределяются небескорыстно. А квоты распределяются непрозрачно, и есть на то даже ответы ЗРК, который говорит, что там… Там еще судят Саудегерова, нефтетрейдера, тоже нефтетрейдера, который тоже занимается поставками на внутренний рынок. Так же? Их двоих судят. Нефтетрейдера Саудегерова и Даниэра Дилбекова, Дикайорда. Вот, типа Саудегеров, как я поняла, заказывал эти статьи. Ну, то есть, получается, видите, еще и вот эта непрозрачная система, она порождает что? Эти бедные компании, бизнесмены, которые хотят справедливости, они идут к анонимным каналам. Ну, если это правда, как следствие утверждает, и они платят, да, этим анонимным каналам. Мне кажется, пока не будет здесь прозрачности, и такие вещи будут всегда происходить. То есть, бизнес будет все-таки искать варианты решения этих вопросов. То есть, я не знаю, через телеграм-каналы, через блогеров там. Ну, вот мы сегодня открыты, как площадка. Понять даже можно, да? Приходите сюда, как бы давайте обсуждать открыто. Там мы полностью открыты, и я думаю, в ближайшее время мы проведем, как бы, вот, некое совещание по этому вопросу. Переведем это все в официальный статус, и давайте рассматривать. А вы думаете, это реально победить? То есть, смотрите, у людей, у каких-то людей, мы не будем говорить, да, там идут суды, это очень страшно. Человек, ну, как там, сажают людей за то, что вот если там озвучиваешь, что-то ты говоришь. Поэтому мы не знаем, какие люди, да? Но какие-то люди получают прибыли. Вы хотите сломать эту систему, но никогда человек не хочет добровольно отдавать то, на чем он зарабатывает миллионы, а может быть, о чем он мечтал всю жизнь, да? Это место получите вы, а теперь у него хотят его забрать. Он будет сопротивляться. Как вы считаете, у вас получится это? Сломать систему? Провести поправки? Давайте объективно, да? Да. Ну, я вообще, для меня вот это вот, по поводу, что человека судят, это вообще, так сказать, шокирующая новость, да? Я скажу так, тема созрела, можно сказать, перезрела. Сегодня у нас же новый Казахстан, да? Тем более, ну, ладно, так сказать, за идейность, ладно, отложим, да? Но сегодня у государства нет другого выхода. Очень правильно тему подняли, да? И для меня оно новое, но, к сожалению, я так знаю историю вопроса и как оно работает, да? Сегодня какая ситуация? Сегодня стране нужны деньги. Быстро, много, потому что и правящий сегодня класс, как говорили там, да? Новый Казахстан, он в критическом состоянии, да? У других источников денег нет. Поэтому вот, ну, мы не только правильную социальную задачу решаем, поднимаем вопрос несправедливости и будет, ну, и мы надеемся, что новый Казахстан среагирует на то, что, так сказать, бедный казахский народ страдает, да? Ну, и во-вторых, это мы показываем путь, по которому надо идти. Во-первых, заслужить лавры справедливого Казахстана, а во-вторых, реально решить экономическую задачу. У нас сегодня ситуация аховая. И при этом сидеть спокойно и наблюдать, как, извиняюсь, страну грабят, продолжают грабить, да? Это о чем говорит? Это стопроцентный индикатор. Будут реагировать, значит, они правильным путем идут. Если не будут реагировать, мы сделаем соответствующие выводы, мы знаем нового бенефицара. Ну, я вот вынужден это говорить. Вы сейчас вопрос ставили, вот я на него отвечаю. Если вот эти поправки ваши пройдут, а ЗРК и вы, Парасада, предприниматели, вот эти бизнесы, нефтедобывающие, вы победите, и вот эту систему сломают, чиновники перестанут, ну, как минимум, да, там 15-16 миллионов долларов в месяц получать за распределение квот, кому продавать на внутренний, кому на внешний рынок. Что, какой шаг, вот как раз таки, то, на чем я вас прерывала, какой шаг должен быть следующий, а потом следующим, для того, чтобы навести порядок на нашем рынке нефтепродуктов, бензина, ГСМ? справедливо делать, вот допустим, сегодня, мы на первом этапе, да, кто вынужден, бедные, там сказать, субсидировать весь народ, всю экономику Казахстана, вот эти 50-70 малых предприятий. Мы для них делали равные условия, и включили коррупционные риски. Да, то есть, они, они, условия для развития, да, они, понимаете, они получают пропорциональную квоту, что-то отправляют за границу, имеют нормальные прибыли, там в три раза больше, и за счет этого, они вынуждены субсидировать всю экономику Казахстана, но это не их задача, понимаете, их задача нормально работать, получать прибыль и развиваться, да, заботиться о народе, должно государство. Вопрос же простой, почему сегодня эти 50-70 малых предприятий субсидируют всю экономику Казахстана через нефть? Вопрос простой, вот на него надо ответить, и надо сказать им ордена повесить, да, там, каждый день им ноги кланяться, что мы имеем дешевый бензин, ну, вопрос надо решить, пусть государство за это отвечает. Теперь второй вопрос. Почему? Теперь у них возникнет проблема. Хорошо, им разрешат 10%, 30% отправлять на экспорт. Как? Там же возникает новая таможня. Кто их пустит в трубу? Ну, КТК? У нас есть монополия на этом. Мы всегда говорим об этом, но я хотела бы услышать подтверждение. Да? На продажу казахстанской нефти на внешний рынок есть подополия такой компании, как ВИТОЭ. Нету. Нету. Это частная договоренность. Понимаете, вот смотрите, сегодня каждый, у кого появляется квота на экспорт, может прийти, у него выбор. Труба, КТК, да? Или там, через Россию там, одна, да? Или КТК. Второй вариант. Цистернами грузить. Третий танкерами. Ну, пусть каждый из них посчитает, что ему выгоднее, где месторождение близко, транспортировка дешевле, цена, конкуренция пусть будет. У нас-то везде монополия. Ну, у нас и нет конкуренции. Вам об этом ничего не говорили? Ну, это второй этап, к этому надо идти. Ну, да. Не говорили? Этот вопрос мы не поднимали, да, но, вот опять же, из средств массовой информации мы получаем то, что сегодня, вот вы упомянули компанию ВИТОЭЛ, да? Как бы это единственный оператор, который торгует нашей нефтью. Да, ну, вот, к сожалению, и цены, как говорят там, что они там на 10-15% дешевле. Эту информацию мы получали от самих предприятий. Получали, Но они не приходят и не говорят так открыто. Да. Когда им говоришь, давайте мы поговорим, они говорят, нет, мы говорим. Да, но при этом они понимают, что главная проблема здесь, именно внутреннее распределение, даже та экспортная цена, пусть она с 10-15% дисконтом, она их устраивает, и они это считают уже за, как бы, на самом деле, огромную, как бы, удачу. Сколько Витойл зарабатывает, да, на таком дисконте. Слово зарабатывается, знаете, его нельзя пачкать, это слово, что они зарабатывают. Воруют, да, вымогают, так же тогда получается. Ну, не зарабатываешь. Для того, чтобы зарабатывать, надо работать. Тоже вопрос, и вы его тоже не поднимаете, почему монополия, почему, просто мне нефтетрейдеры, ну, нефтяные компании, в разговорах, к сожалению, которые они всегда дают, только off the record, там только один нам дал интервью, мне дал интервью, они говорят, что когда они хотят, им делают, ну, более выгодные они хотят сделки, им перекрывают прям, не могут они там ни корабль нанять, ни танкеры, ничего, везде закрывают. Только Витойл, только через Витойл. Единственное исключение, это могут продавать свободно, конечно, и продают, это опять-таки кингис, кашаган, корчаганак, ну, потому что для них уже зубки маловатые. Это уже такие игроки, которые сами, конечно. По трубе все поняли. Вот вы вопрос задали, да, в отношении того, что следующий шаг, да, следующий шаг, как раз-то, мы должны фокус в целом увести, понятно, разобравшись с проблемой этих, там, 50 компаний, которые сегодня формируют 30% рынка, мы должны перейти на те 3 компании, которые формируют 70% рынка, да, это как раз тенгис, с кашаган и корчаганак. Сегодня вот они все, все домываемые ресурсы, нефть и газ полностью экспортируют. При этом, да, нет никаких обязательств, те, которые принимают наши недропользователи, часть нашего национального законодательства. То есть, это и вопросы экологии, это и вопросы экспортных вод, это вопросы местных кадров и так далее. То есть, сегодня они для них зафиксированы, там, какие-то вещи, там, на уровне 90-х годов и полностью проблема в том, что как бы экспортируется. Вот мы буквально недавно, а я прилетел с Актауа позавчера, мы проводили там круглый стол, прямо в сердце, как говорится, этих добывающих компаний. Мы так его и назвали, круглый стол на тему нефтедобывающие месторождения Тенгиско-Шаган и Корчаганак от экспорта глубокой переработки нефти. И мы видим, что вот для того, чтобы в целом решать те задачи, которые сегодня ставят перед нами, и глава государства, и в целом среда как бы внешняя, внутренняя, мы должны пересматривать все эти условия. Мы должны повышать эффективность доходности данных компаний, эффективность их путем изменения структуры доходности. Сегодня вся структура доходности это экспорт газа и нефти. Если мы смотрим доходность транснациональных компаний, которые работают в интересах тех государств, где они находятся там, основная структура это глубокая переработка этого нефтегаза. То есть добавленная стоимость в разы, в десятки раз она выше, нежели просто торговать. То есть я думаю, мы должны в этом направлении идти и большую часть продуктов постепенно все-таки перерабатывать внутри и получать продукты высокого передела. до окончания контрактов по-моему, это нереально же. Потому что уже есть в 90-х годах заключенные контракты, которые секретные, засекречены. 40-е годы там как 34-й год по-моему по Тенгизу, 40-й какой-то год по остальным месторождению. То этого времени мы же не можем. Да, я думаю, если мы, опять же, по оценке разных экспертов, если мы, то есть к кончанию контракта мы по сути получим там истощенные месторождения, которые мы больше потратим. там будет обязательство по их реабилитации. Реабилитация. Чтобы мусор прибрать там. Но сейчас же уже невозможно ничего изменить? Или можно? Ну, почему? Почему? Казахстанское законодательство официально разрешает и даже обязывает государство в случае, если это вредит экономической безопасности республики, оно может его открыть. Ну, я вам пример приведу. Ну, извиняюсь. Мы же сейчас пока не можем эти контракты обсуждать, они же секретные, да? Ну, слава богу, я их не читал, поэтому спокойно могу предполагать, да? У нас же, ну, во всем мире слово СРП, соглашение о разделе продукции, если ты говоришь, что ты занимаешься СРП или ты делал СРП, ты вообще не рукопожатный. Ну, это я извиняюсь, как грязный человек приходит и в приличное общество сажается. Это во-первых. Во-вторых, Казахстан может и обязан, поскольку сегодня собственником недр является народ. У нас же новая конституция. Поэтому Казахстан и его руководцы обязаны пересмотреть эти контракты. путем переговоров. Но если переговоры нет, они должны идти судиться. вот наши судятся. Судятся, но мы пока ничего не слышали. Ну, подождем. Ну, пока же мы можем анализировать. У нас же есть примеры. Ну, не очень хороший пример Ливия, да? Муаммар Каддафи за счет того, что национализировал нефть? Не, ну, он, я там бывал, он построил великолепную страну. Она уже была, извиняюсь, необразованная там, бедуины, да, там, пастухи. Он же построил там, построил гигантский водный канал, там, да, нашел воду, построил великолепную страну, да, и за счет нефти. Ну, что он ее национализировал? К нему были? Ну, его, правда, потом, он плохо закончил жизнь бедная. Так, может, поэтому и закончил плохо. Понятно, что поэтому, но это было. Но нам и мне специалисты говорят, что-то у Казахстана нет шансов. теперь нет. Шансов почему нет? Потому что мы предъявили там необоснованные затраты, да, но в контракте им разрешено. То есть есть, ну, это уже отдельный вопрос. Разрешено пить шампанское, майор, нет, есть кост ойл. То есть, вот в СРП пишется как, ну, у страны нет денег, да, но говорят, вот у меня крутое месторождение, вот его забери, сам вкладывай, сам рискуй и будешь вот со мной вот так делиться прибылью. Вопрос, там есть три модели, там какая-то индонезийская, еще какая-то, ну, как это все делить, да? То есть вопрос же просто, ну, мы же, мы же там говорим, что мы казахи крутые, образованные, там, продвинутые, да? Почему мы себя сравниваем с Ливией, где образованных-то людей не было, когда контракт заключали? Ну, извините меня, а что такое Саудовская Аравия сегодня? Помните, как король Сауд, он же в палатке жил, извините меня, а Абудаби, они в палатке жил, у них дома не было, а сейчас они процветают, и страна процветает. Что, мы хуже? Мы же умнее, мы же продвинутые, мы крутые, да? Вопрос же, вот вам ответ. Вопрос простой. Я думаю, да, это именно, это нам легко судить, это не так просто. Как легко судить? Ну, понимаете, вопрос простой. Я приведу пример. Ну, с иностранными инвесторами, вот этими гигантами, это не так просто, да, разоругаться. Гульнара, чем круче инвестор, если у него, извиняюсь, одно место помарано, если ты, если ты чист, вот, я вам приведу простой пример. Вот, соседняя Киргизия, которую мы критикуем все время, ну, там СРП, по-другому, месторождение золотодомывающего Кумтор. Три или пять президентов никак не могли вернуть, помните, да? Потому что, каждый раз, Камеку, и потом, как они его, ну, это на самом деле, за ними Камека стоит, насколько я понимаю, большая компания, да? Ну, там, они поставили вперед, фронтила там небольшая канадская компания, у них же даже, они золото, без всякой таможенной очистки, с месторождения вывозили прямыми рейсами, ну, это же известная история, да? когда пришло новое правительство, да? Ну, его тоже снесли, да? Ну, что? То есть, там не было ни одного человека в этом правящем клане, который замарался контактами по Кумтору, да? Они просто сказали, ребята, да, написано, что нельзя публиковать, а другой пункт написано, что должно быть все честно, вот сейчас мы опубликуем, а за нами ничего нет. Те умылись, потерлись, покланились, еще принесли, так все, что они успели, не успели унести, и свалили же. Масса примеров. Саудовская Аравия по-своему решила, ну, там необразованные люди были, король Сауд, по-моему, даже читать не умел, да? Это же известно, но у него воля была, а у киргизов, у этого правительства не было никаких хвостов. Сегодня проверяется не только там, ну, я извиняюсь, вот нельзя на одну ступень ставить Кашаган, Карачаганак и Тенгиз, да? Потому что Тенгиз, по сравнению с тем, что сейчас творится, это был образец, и надо спасибо сказать Гифину Джиму и Нурлану Балгимаеву, нашему покойному нефтянику, что они сделали такой контракт, он сегодня образцовый для нас, мы имеем 25, 20 процентов, мы имеем правильное распределение доходов, и у нас в основном национальный фонд за счет чего пополняется? Вот я хочу сказать второй вопрос, пусть там на меня не обижаются, при формировании концепции национального фонда, ну, я где-то там рядом был, да, я помню, что сверхдоходы от всех горнодобывающих предприятий, то есть вся наша металлургия, они тоже были, направлялись в национальный фонд, а сегодня же там вообще слова нету, у нас ни одни цветная металлургия, там, и тяжелые, они не отправляют деньги в национальный фонд, нету, а куда они отправляют, ну, налоги, вы имеете, это уже вопрос к ним, куда они его отправляют, а к нашему правительству, они вначале, ну, как, извините, нацфонд там, Норвегии там, или всего-то, да, все горнодобывающие предприятия, у нас так и было написано, а сегодня эту строчку, по-моему, вымарали, у нас кто, отчитывается, кто направляет деньги в национальный фонд, ну, только вот эти вот, и то, у нас же сейчас, вот это есть Костойл, то есть, это то, что направляется на покрытие затрат, они, у нас, Кашаган-то как, прописывался, извините, когда Кашаган создался, и мы назначили Эни, да, итальянцев, хотя непонятно, почему Эни, у него не было опыта в таких месторождениях, да, Эни стал оператором, и там прописано все, все, что в начале, экспортируется нефть, это все направляется на покрытие затрат, это Костойл, да, а есть Профитоил, который должен какие-то, по какой-то формуле делиться, ну, опубликуйте эту формулу, у нас же в начале, там, 18 миллиардов было, потом 30, а сегодня 150, стоимость Кашагана.